Здравствуйте друзья! В этом видео мы с вами рассмотрим бюджетный вариант цветной светодиодной ленты с управлением по Zigbee, которая пригодится в качестве декоративной или атмосферной подсветки, ночника или даже аварийного освещения в случае пропадания электричества. Кроме этого, такой светильник можно использовать для уведомлений, например, при сработке датчиков дыма или протечки, в случае забытой открытой входной двери или при нажатии на кнопку дверного звонка. Ссылку на урок по этой теме вы найдете в описании под видео. Еще один позитивный момент – поддержка управления через прямой биндинг, то есть независимо от работоспособности интернет, сервера умного дома и даже шлюза или координатора. Подробнее далее в моем обзоре. А пока прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей, интересующихся темой умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства. RGB лента наклейкой основе. Интерфейс ZigBee 3.0. Питание 5 вольт USB. Рекомендуемый блок питания 5 вольт 2 ампера. Класс защиты IP20, водозащиты нет. Длина от полуметра до 5 метров. В обзоре версия на 5 метров. Система управления TUI E-Smart Smart Life. Приехала лента просто в антистатическом пакете без коробки. Полагаю, что продавец просто оптом покупает отдельно ZigBee контроллеры и LED ленту и нарезает ее на отрезки. Упаковка посылки нормальная, при транспортировке ничего не пострадала. Вот что нашлось внутри. ZigBee контроллер с USB питанием, бобина с LED лентой и листик с распечатанной инструкцией. Такие контроллеры можно найти и отдельно, но обычно у них для питания используются круглые DC разъемы, так как они поддерживают широкий диапазон рабочих напряжений. Тут же сразу сделан стандартный USB. Лента самая обычная, с RGB SMD чипами 5050 на черной подложке с клеевой основой. На ней распаян стандартный 4-пиновый разъем, общий плюс и три минуса, отдельно на каждый из каналов. Инструкция напечатана на английском, тут перечислены параметры, среди которых заявлена работа при температурах от минус 20 градусов Цельсия и мощность ленты меньше или равно 30 ватт. Далее в обзоре я покажу сколько на самом деле. Еще описан способ перевода в режим сопряжения, три раза включить, два раза выключить. ZigBee контроллер весьма компактный, около 6 сантиметров в длину, 2 сантиметра в ширину и толщиной чуть более 1 сантиметра. На одной из сторон находится кнопка управления, однократное нажатие включает ленту, каждая последующая переключает свет, двукратная выключает. На задней стороне есть наклейка, на которой указан диапазон входных напряжений от 5 до 24 вольт. Но при этом на контроллере жестко распаян USB разъем, стандартное напряжение на котором 5 вольт. От Powerbank кстати светильник будет прекрасно работать. Как я уже и сказал, для подключения ленты используется стандартный 4-пиновый разъем. Чтобы не перепутать какой стороной подключать, на разъемах контроллера и ленты есть стрелочки, которые нужно совместить. Тогда все будет работать правильно. Длину ленты можно регулировать, она нарезается каждые 3,5 сантиметров по отдельности на каждый диод. В описании я оставлю ссылку на переходники, позволяющие делать поворот на 90 градусов, себе уже заказал такие. Пригодятся, если нужно будет клеить ленту по периметру чего-либо. На всякий случай уточню, тут используются трехцветные диоды, красный, синий и зеленый. Белого света нет, он создается методом смешивания, поэтому выглядит весьма неестественно. Ручное управление кнопкой. Однократное нажатие включение, затем изменение цвета. Двукратное выключение. Если держать кнопку нажатой дольше 6 секунд, запускается режим сопряжения. Вот так он выглядит. Он также активируется тройным включением-выключением. Логическую часть традиционно начнем с базового приложения управления Tuya Smart. Как и любое другое ZigBee устройство, светильник работает через шлюз. У меня это Neo NAS ZV05B0 с поддержкой Apple HomeKit, ссылку на обзор оставлю в описании. Переходим в его плагин и нажимаем на кнопку добавления устройства. Тут все без сюрпризов, светильник нормально добавляется, отображается именно как LED лента, причем в названии есть слово USB. То есть какая-то кастомизация все-таки сделана, ведь контроллер может работать с напряжениями до 24 вольт. Перейдем к плагину. Оформление самое стандартное, как у подавляющего большинства светильников экосистемы Tuya Smart. Разве что тут нет режима белого света, только цветной. Вверху переключатель питания, текущий режим и быстрый выбор цвета, с возможностью сохранения своих оттенков. В центре палитра выбора цвета, под ней шкала яркости. На второй вкладке режим сцен, при выборе которых лента будет с разной периодичностью менять цвет. Уточню, что лента не адресна и в один момент времени все диоды могут светить только одним цветом. Примерно так же работает музыкальный режим, который синхронизирует смену цветов ленты с музыкой, которую улавливает микрофон управляющего устройства смартфона или планшета. Перейдем к настройкам устройства. Тут тоже ничего нового по сравнению с другими светильниками Tuya Smart я не обнаружил. В меню расписания можно запустить обратный отсчет, по истечении которого светильник поменяет свой статус. Кроме этого, там же есть собственно сами расписания. Установка дня, недели и времени для включения или выключения светильника. Есть опции заката и рассвета, в этом случае лента будет плавно гаснуть или загораться в течение заданного периода времени. Режим не беспокоить тоже встречался мне раньше. Когда он активен, то в случае пропадания питания на светильник, если он в этот момент выключен, после появления питания он останется выключенным. Но если был включен, то включится. Градиент это время в секундах для плавного включения и выключения ленты. И настройка для включения светильника. Он может запоминать последний режим, включаться с настройками по умолчанию или с заранее заданными установками цветом и яркостью. В меню общих настроек указано о совместимости с Amazon Alexa, Google Home и SmartThing. Можно проверить версию прошивки из коробки была актуальна. Есть возможность дать доступ к другим аккаунтам, объединить в группу с другими светильниками и удалить из системы. Рассмотрим какие возможности у героя обзора есть в автоматизациях. В разделе триггеров и условий, если. Нашлось 5 различных параметров на которые может реагировать система, а именно состояние ленты включена или выключена. Режим работы, причем тут даже есть отсутствующий в реальности белый свет, просто все автоматизации собраны по одним и тем же шаблонам. Состояние режима не беспокоить. Есть два цифровых значения, длительность таймера и уровень сигнала, для таких параметров выбирается больше, меньше или равно. Для раздела действий тут тоже 5 параметров, но должен уточнить, что наличие того или иного параметра еще не значит что его можно как-то применить в реальном использовании. Меня если честно удивляет, почему для большинства светильников Tuya в автоматизациях отсутствует такая удобная опция как переключить состояние, есть только включить и выключить. К сожалению этот светильник не исключение из этого правила. Есть выбор режима даже белого, которого по факту нет и управление опцией не беспокоить. Есть установка таймера максимальная длительность 24 часа и опция которую судя по единицам измерения можно считать уровнем качества сигнала. Не совсем понятно как ей можно управлять из автоматизации, если конечно это не установка предела. Перейдем к тестированию и начнем с замеров мощности, сколько реально потребляет лента при работе. 2,4 ватта в режиме зеленого цвета. В режиме красного света максимальный показатель, больше мне ни в одном режиме получить не удалось, 3,3 ватта. И почти 2,5 ватта в синем режиме. Как видите до 30 ватт указанных в инструкции очень далеко и с учетом питания через USB легко можно зарезервировать. Для этих целей отлично подойдет например такой источник бесперебойного питания на двух литий-ионных аккумуляторах 18650, ссылку на его обзор вы найдете в описании. Работа ленты в динамическом режиме смены цветов. Тут видно, что максимальное потребление ленты не превышает 3,3 ватта. Память состояния. Режим не беспокоить выключен, отключаем питание. После его восстановления лента включается. Теперь режим не беспокоить включен. Если лента была выключена до пропадания питания, то останется выключенной и после его появления. А если лента была включена, то независимо от состояния режима не беспокоить, она включится после восстановления питания. Использование в качестве ночной подсветки или аварийного освещения. Одно и то же место с выключенной и включенной лентой. Вполне достаточно, чтобы без проблем перемещаться по дому, не рискуя зацепиться или врезаться в что-то. Проверим заявленную совместимость в Google Home. Для этого, напомню, нужно разово добавить аккаунт Туя через меню устройств совместимых с сервисами. После этого, все что имеет поддержку в Google Home, будет появляться тут автоматически. Как видите, лента действительно тут появляется. Как из приложения, так и при помощи голосового ассистента. Светильник можно включать и выключать, управлять яркостью и цветом свечения. Используемый мной шлюз, позволяет проверить совместимость с Apple HomeKit, для чего я использую интеграцию HomeKit контроллер в Home Assistant. Она использует тот же самый, кстати локальный протокол. Хотя поддержки заявлено не было, светильник тут все же появился. Однако тут он определился просто как диммируемый статическим цветом свечения. То есть управлять можно только яркостью, включением и выключением, выбора цвета нет. Плавно мы подобрались к Home Assistant и после HomeKit контроллер попробуем интеграцию Tuya. На всякий случай уточню, все что я показал ранее, приложение Tuya Smart, Google Home, Apple HomeKit и интеграция Tuya, работает одновременно и параллельно. Светильник поддерживается и тут. Управление тут полное, включение и выключение, яркость, выбор цвета. Как я и сказал, сохраняется работоспособность в Tuya Smart, Google Home и HomeKit. К минусам этой интеграции стоит отнести зависимость от облаков и интернет. Теперь перейдем к локальным интеграциям, для подключения к которым нужно удалить светильник с шлюза и Tuya Smart. Начнем с ZHA, тут в качестве координатора используется Zigbee USB Stick Xanoff ZB Dongle E. Запускаю режим добавления, лента подключилась, уже на этом этапе видно, что определились объекты управления. И действительно, тут есть и светильник и кнопка идентификации, к слову говоря, нажатие на нее никаких действий не вызывает. Тут есть базовое управление, включение, выключение, яркость, палитра для выбора цвета освещения, в принципе достаточно, чтобы полноценно использовать светильник. С чего не хватает, это режима не беспокоить, в котором светильник не будет сам включаться при восстановлении электричества, если был перед этим выключен. Следующий способ дополнение Zigbee TomQTT, актуально на дату видео версии 1.32.1. В качестве координатора используется USB Stick Xanoff ZB Dongle P. Процесс подключения стандартный, устройство поддерживается штатно, нет необходимости в создании внешних конвертеров. Еще один момент, светильник является роутером, то есть может быть точкой подключения для других узлов сети и транслировать их данные, тем самым расширяя и ее покрытие и увеличивая емкость, разгружая координатор. Страница экспозиции, есть управление включением и выключением, шкала яркости, выбор цвета свечения. Тут добавлено управление режимом не беспокоит и даже есть выбор режима свечения по умолчанию. Есть и небольшой перечень эффектов, правда он оказался не рабочим. Выбрать эффект можно, но какого-то видимого эффекта на светильник он не оказывает. В ходе тестирования у меня пару раз возникала ситуация, когда при выключении светильника, он просто уменьшал яркость, но продолжал светиться. Это не постоянное явление, но проявлялось несколько раз, поэтому я решил его упомянуть. А погасить светильник удавалось установкой нулевой яркости прямо в выключенном режиме. Далее этот эффект у меня перестал проявляться, причину мне выяснить не удалось, надеюсь это была разовая случайная проблема. Если вдруг кто-то столкнется, попробуйте прописать в автоматизациях два действия, установку нулевой яркости и затем выключение. Для проверки работы в режиме прямого биндинга я использовал беспроводный логический диммер от Moe, ссылку на обзор вы найдете в описании. Для связывания их вместе, нужно создать в zigbee2mqtt группу и поместить оба устройства в нее, причем светильников можно добавить несколько, они будут управляться одновременно. Прямой биндинг поддерживается. Нажатие на диммер включают и выключают светильник. Вращение регулирует яркость, удерживание кнопки меняет цвет, работает это даже при отключенном координаторе или сервере умного дома. И последний на сегодня метод добавления SLS шлюз. Актуальная на дату теста версия прошивки от 9 мая 2023 года. Добавляю светильник и потому что ему присвоился нулевой конвертер по умолчанию, можно сделать вывод, что эта модель отсутствует в базе устройств. Так оно и есть, штатной поддержки нет. Но, есть метод подбора конвертера от функционально аналогичных гаджетов. Как пример 62 конвертер от таких же контроллеров той же модели, но с другим кодом производителя. Меняю вручную нулевой конвертер по умолчанию на 62. Теперь светильник поддерживается и даже внешне выглядит как нужно. Вот страница состояний, не хватая только режима не беспокоить, но можно поискать другую светильник, у которого он есть и использовать его номер. Главное, что точки управления тут стандартные. В свойствах объекта light тут есть три режима, включение и выключение управления яркостью, палитра с выбором цвета свечения и белый режим смены цветовой температуры, который поддерживается теми светильниками, конвертер которых я использовал, но в случае с героем обзора он не рабочий. Считаю, что за свои деньги, а обошелся мне контроллер и 5 метров ленты менее чем 10 долларов. Это неплохой вариант управляемого светильника. Стоит понимать, что его вряд ли получится применить как основной источник света, для этого он слишком слаб, а вот как ночная ли декоративная подсветка, аварийный свет уведомления в самый раз. Я лично планирую сделать подсветку для мебели, для чего дополнительно заказал переходники для поворота на 90 градусов, ссылку оставлю в описании. Как только приедут буду устанавливать. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании я оставлю ссылки на магазины, где можно заказать такой светильник, там же вы найдете и ссылки на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, мой телеграм канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы, присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!